Высказывания на улице и в сети. Адвокаты на фоне предвыборной кампании напомнили о правилах проведения массовых мероприятий. Как не нарушить закон по незнанию, чем грозят громкие посты в интернете и как себя обезопасить. Порядок организации проведения собраний, митингов, уличных шеств и демонстраций массовых мероприятий обсудили в эфире Зифер-ФМ. Специалисты Дмитрий Шилипов и Ольга Маевская разложили все по полочкам. Любое массовое мероприятие, оно должно проводиться в установленном законном порядке. То есть оно должно быть разрешено местными, исполнительными и распорядительными органами. Если мероприятие разрешено, пожалуйста, участвуйте в таких мероприятиях. Но, как правило, вот вы привели пример о мероприятиях, которые не санкционированы. Тогда участие в таких мероприятиях, оно может быть чревато определенными проблемами. Причем можно получить эти проблемы как вольно, так и невольно. Идешь по улице, встретил кого-то из знакомых, который, допустим, стоит в цепи, либо участвует в таком мероприятии, остановился, вы просто разговорились. А со стороны выглядит так, как будто ты, хоть по незнанию, но участвуешь в этом мероприятии. Да, все правильно. У нас административная ответственность, Дмитрий озвучил, существует за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий. В данной ситуации, если массовое мероприятие проводится, и оно не санкционировано установленным законом порядки, то есть уже порядок его проведения нарушен. И, соответственно, всех участников, организаторов уже могут привлечь к административной ответственности. Полную версию интервью смотрите на телеканале Бобруйск 360 в пятницу в 20.45, сразу после вечернего выпуска новостей.